Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ новости Анапа-регион, в студии Ирина Меркурьева и сегодня выпуски. Прощай детство! Грандиозный праздник для выпускников. Нас ждут дожди, по прогнозам проливные. Параллея должна быть так же прекрасна, как и ее название. Из Анапы, Феодосию, 25 июня открывается морское сообщение с Крымом. Алые паруса 2015 возвестили о начале взрослой жизни для 686 анапских выпускников. На главной площади города они попрощались с любимыми учителями, со своими школами, гимназиями, открыв для себя дорогу в большую жизнь. Сейчас, когда экзамены позади, а волнение предстоящего поступления и студенчества только впереди, можно с удовольствием пуститься в пляс и забыть обо всем, что и сделали анапские выпускники. Возле комплекса фонтанов у здания администрации собрались сотни счастливых молодых людей. Юноши в элегантных костюмах, девушки в нарядных вечерних платьях. В том, что мечты исполнятся, здесь уверен почти каждый. Атмосфера праздника вдохновляет молодежь на новые подвиги и свершения. Как пошли в 11 класс, так сразу начали готовиться, придумывали платья, прически. Это все очень серьезно, когда мы подходили. Я счастлив, что сдал все экзамены, хорошо сдал и выпустился. То, что сейчас открывается передо мной будущее, и я буду поступать в институт, и надеюсь, что у меня все будет хорошо. Больше, конечно, грусти. 11 лет, скорее всего, со своим любимым классом, учителями. Но, с другой стороны, радостно, потому что начнется новая жизнь, мы стали все взрослее. Так не хочется уходить с родной школы. 11 лет, родные стены, все родное. Хочется снова в первый класс, снова сесть за парту, взять ручку, открыть тетрадку. Вообще, эмоции переполняет. Устроив зажигательный танцевальный флешмоб «Мы – будущее России», главные герои вечера прошли торжественным шествием на театральную площадь, где их встречали почетные гости праздника. Сейчас вот я наблюдал за вами, когда мы стояли и торжественно слушали, подчеркиваю, мы слушали гимн Российской Федерации и Кубани. И, конечно, большинство из вас пело этот гимн. И, поверьте, ваши сегодняшние действия заставляют нас, взрослых, гордиться тем, чего вы уже сегодня достигли. Уважаемые ученики, в добрый путь! За торжественными словами последовала церемония награждения. Под громогласные аплодисменты на сцену один за другим выходили медалисты. Драгоценный фонд Анапы в этом году насчитывал 94 выпускника. Рекордный показатель для курорта. Ребята – победители спортивных соревнований, лауреаты школьных олимпиад и творческих конкурсов. Поздравили четырех анапчанок, набравших 100 баллов на едином государственном экзамене. Завершился праздник концертом творческих коллективов. Бывшие школьники официально вступили во взрослую жизнь. И эти долгие 11 лет навсегда останутся в их памяти, как увлекательное, наполненное событиями приключения. Каждый из выпускников уже под своим алым парусом отправится в море жизни. Нас ждут дожди. Проливные. Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю предупреждает о возможных ливнях с градом и порывистым ветром до 20 метров в секунду. Сильные ливни могут вызвать подъем уровня воды в реках района. На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям обсудили экстренное предупреждение и уровень подготовленности к нему. Наибольшую интенсивность осадков мы ожидаем в ночь со среди на четверг. За эту ночь и в четверг прогнозируется выпадение осадков от 1 до 1,5 месячных нор. Проверена система экстренного оповещения, а также технические средства контроля. Для сведения скажу, что у нас технические средства контроля – это гидродатчики на основных речках. Это Суко, Анапка и Гастагайка. Руководители городских служб отчитались о готовности своих оперативных бригад. Руку на пульсе будут держать и главы сельских округов. Техника в рабочем состоянии, туристические группы предупреждены, система оповещения исправно функционирует. При необходимости пройдет по домовой обход. Предупрежден – значит вооружен. В Анапе готовы встретить разгул стихии. Витязевские пляжи – одни из самых лучших на Анапском побережье. Но пройти к ним надо сквозь строй такого количества соблазнов, что пока дойдешь к морю, забыл, зачем идешь. Все бы ничего, только эти, с позволения сказать, услуги и развлечения никем не узаконены и не украшают Витязева. На Паралии шумно. Хватают за руки с просьбой сфотографироваться на троне заезжие бизнесмены, предлагают купить украшения сомнительного свойства и торгуют рыбы рядом со шляпами. Тут же конфетами и тут же экзотических животных можно потрогать. На Витязевской Паралии сегодня высадился большой десант специалистов торговли, санаторно-курортного комплекса и муниципального контроля. Возглавила эту инспекцию первый заместитель мэра города Светлана Владимировна Яровая. Незаконные торговые точки, превращающие прекрасное место отдыха в грязный и неопрятный Шанхай, после нескольких предупреждений удалиться с насилия. Заросшие травой клумбы только лишний раз подтвердали, за бизнесом по выколачиванию денег с отдыхающих некогда следить за порядком вокруг. Да и привычки такой нет. На улице Светлой глава города Сергей Сергеев отметил целый ряд нарушений. Завидев главу города, горе предприниматели бросали свои торговые точки и разбегались в надежде на то, что эта рядовая проверка ничем особенно серьезным для предпринимателей не закончится. В худшем случае протоколом. Но сколько можно? Вокруг мусор, грязь, уничтожены деревья. Зеленая площадка засыпана песком для совсем небезопасного и неразрешенного аттракциона. А рядом трава по пояс, куча с мусором за каждым ларьком. Разве можно это назвать цивилизованным курортом? Здесь начат снос целого ряда незаконных строений. И по планам на осень здесь будет новая зеленая зона. Хороший сквер с лавочками и площадкой для детворы. 25 июня состоится первый пробный рейс катамарана из Анапы в Феодосию, Сочи-2. Рейс в Анапу состоится на следующий день. Начиная с 3 июля количество рейсов будет увеличено, так как в том году подобный способ общественного транспорта пришелся по душе гостям и жителям городов. Катамаран в Сочи-2 ждет своих пассажиров. Плавно покачивается на воде. Комфортабельные кресла, прекрасные виды за окном, две пассажирских палубы. В прошлом году анапчане и гости нашего города помнят рейсы, которые были и осуществлялись с порта Анапы в порт Феодосию и порт Ялты. И наиболее востребованные из них были как раз порт Анапы и сообщение в Феодосию. Поэтому анапчане, она знает. И вот с Росмарпортом завтрашнего дня мы можем уже приплыть в порт Феодосию за 3 часа. Первый технический рейс будет завтра в 7.30 утра. До 1 июля Катамаран будет уходить в 17.00 Феодосию и на следующий день в 8 утра возвращаться в Анапу. С 1 июля Катамаран будет уходить утром и возвращаться вечером. Катамаран является наиболее безопасным при таком волнении, при пересечении Керченского пролива, наиболее безопасным судном. И стоимость поездки приятно удивит наших гостей и анапчан. Она будет составлять 1500 рублей. Преимуществ у Катамарана много. Центр управления Катамараном ни в чем не уступает космическому кораблю. Высокие технологии. Катамаран способен развивать скорость до 30 узлов легким движением руки капитана. Билеты можно приобрести как в кассах морского вокзала, так и на борту Катамарана. В скором времени для путешественников появится возможность бронировать билеты онлайн. От беды никто не застрахован. Человеческое здоровье очень хрупкая вещь. В век новых технологий и гаджетов на помощь позвать легко подробности в нашем сюжете. Сегодня почти у каждого человека при себе мобильный телефон. Казалось бы, что может быть проще. Набрал номер и все. Но мало кто знает, как правильно вызвать бригаду скорой помощи с мобильного телефона. Если честно, то нет, не знаю. Несмотря какой оператор. А вы знаете, прям с какого оператора? МТС 030, кажется. 003, кажется. Нет. Вам когда-нибудь приходилось вызывать? Нет, слава богу. Если я не ошибаюсь, есть служба спасения, вроде бы 112, если я не ошибаюсь. Ну и 03, наверное. А с сотового вы когда-нибудь вызывали? Нет, с сотового нет. Нет, к сожалению, не вызывала. Или к счастью. 103, по-моему, да, здесь. Ну я просто приезжая, да, у нас 103 здесь. Не знаю. Даже если удалось дозвониться, не всегда теми, кто вызывает помощь, правильно оценивается ситуация. Неправильно трактуются симптомы и вместо специализированной бригады на место приезжает один фельдшер. Люди не всегда знают, как правильно выбрать, вызвать скорую помощь. То есть о чем сказать, что главный какой симптом. Часто бывает, что один фельдшер и попадает на очень тяжелых больных. Вызывая скорую помощь, не стоит утаивать всех обстоятельств случившегося, чтобы дежурный оператор мог сориентироваться и выслать специализированную бригаду. А теперь о самом главном. Для всех операторов единый номер службы спасения 112. Он доступен даже при отсутствии сети и средств на балансе. Позвонить в медицинскую службу можно и другим путем. Если ваш оператор сотовой связи Билайн, набираете 003 и кнопку вызова. Для операторов МТС, Мегафон и Теледва – 030. Эти номера доступны даже при нулевом балансе. Будьте внимательны друг к другу. Не проходите мимо, если кому-то нужна ваша помощь. Пусть даже один телефонный звонок. С юным доктором Юлией Долгушевой наверняка знакомы те, кто бывал на днях здоровья. Этот молодой врач удостоен звания «молодой профессионал» не случайно. К этому юному доктору можно было бы с удовольствием обратиться со словами «девочка». Совсем еще юная и трепетная, внимательная и искренняя, такая, каких уже встретишь редко. Ее как-то сразу отличают из толпы и задают вопросы. Она не отмахнется. Юлия Долгушева – редкий пример из нашей жизни, в которой много ли вы видели детей, поступающих в медицинский, без поддержки мамы и папы. Осознавая, что полагаться надо только на себя, эта хрупкая девчонка с красным дипломом закончила сначала медицинское училище, потом – адыгейский филиал кубанского медицинского и продолжила постигать тонкости медицинского дела с завидной решимостью. Проходила интернатуру в городе Майкопе на базе городской больницы, республиканской больницы, поликлинических учреждениях. Профессия очень нравится. Решила переехать сюда, поменять место жительства. Но об этом не жалею, мне тут нравится. Устроилась здесь в Итезево поликлинику и подрабатываю совместительством городской больницы. Молодой терапевт получает истинное удовольствие от работы. Нравится общаться с людьми и их лечить. Ну, конечно, должны быть определенные знания. Эти знания, горжусь, что закончила филиал адыгейский, получила там хорошую базу знаний, хорошие преподаватели у нас были. Ну, это дало свои плоды. Эти плоды в четких действиях думчивого, сердечного, уверенного в себе специалиста. Она в приемном отделении быстрая, тактичная, немногословная, но деятельная. Ловко меряет давление, задает четкие и точные вопросы фельдшеру скорой помощи, принимает больного не только как хладнокровный доктор, а и как заботливая внучка. А еще она заместитель главного врача по клинике экспертной работе. В этой сфере необходимы особенные качества ее характера. Это очень ответственная работа. Нужно вовремя продлевать больничные листы, ввести определенную меддокументацию. Ну, и так это все должно быть ответственно все равно. Ну, что тут можно добавить? Есть главное в этой серьезной девочке. Значит, будет и доктор стоящий. Сердечный доктор. Кстати, она мечтает стать кардиологом. И уже снова учится. Уверены, доверить свое сердце такому доктору можно будет смело. В детских садах курорта учат ребят и взрослых, как важно соблюдать правила дорожного движения. В детском саду «Звездочка» воспитатели учат детвору основным правилам дорожного движения. А ребята, в свою очередь, вооружившись знаниями, блещут ими перед родителями. Им скоро в школу. Они уже почти взрослые. Знают, как правильно дорогу переходить. Нужно смотреть по сторонам и нужно переходить только там, где есть зебра. А если зебра с светофором, нужно только по светофору. Учить можно долго. А вот в форме веселых конкурсов, да еще с мамами и папами вместе, дети с легкостью усваивают нужный материал. Команды собирали головоломки, на скорость преодолевали участок дороги. На импровизированном автомобиле всей семьей. Дети – самые незащищенные участники дорожного движения. Для того, чтобы они четко знали и соблюдали правила дорожного движения, им необходимо доносить информацию в игровой форме. В летний период также запланированы мероприятия в детских оздоровительных лагерях, школьных площадках. Родители понимают, что уже сейчас, с малых лет, нужно приучать ребенка к правилам, которые нарушать нельзя. Цена – здоровье. В нашей семье есть транспортное средство, дети довольно часто с нами катаются. И с этих пор у нас уже возникают некоторые дискуссии даже. Видите ребенка рядом с дорогой, на дороге, вы обязательно должны уступить ему дорогу. Потому что ребенок маленький, он правил дорожного движения, как правило, еще не знает. Поэтому всегда надо быть готовым к тому, что он может в любой момент выскочить на дорогу. Учить своих детей, учить чужих детей. Самое главное – соблюдать правила дорожного движения. Маленькие знаки и родителям напомнили, что на них нужно обращать внимание. Наконец важней на свете дорогу переходьте в вещи. Анапа – город цветов. Жители курорта у своих домов высаживают цветы и декоративные кустарники. Конец июня – буйство самого южного цветка Мальвы. Высокие стебли в рост человека усыпаны разноцветными крупными чашечками. Светет шток роза, которую называют просто Мальвой. Мальвой – изюминка Анапы. В последние годы цветок был вытеснен более модными растениями. Однако снова все чаще можно встретить высокие стебли у домов анапчан. На прилегающей территории к дому Тамары Щедарьян, например. Они такие неприхотливые. Вот мы их первый раз посеяли. Первый год, когда мы посеяли их, они просто росли, они не цвели. А после, вот сейчас, они цветут, семена у них падают, и они сами по новой растут. Мальва действительно неприхотлива и весьма декоративна. А еще она обладает лекарственными свойствами. Многие знают ее также под названием просверник или калачики – за форму плодов, расположенных в пазухах листьев. Я выхожу, мне самой нравится. Самой нравится, что красиво. И еще раз призываю всех анапчан ухаживать за газонами, сеять, ухаживать. В результате у нас будет красивая Анапа. Самый известный вид Мальвы – Мальва розовая. Достигает она двух метров высоту, цветет с июня по сентябрь. Растет такая и по улице Владимирской у дома анапчанки Ирины Марковой. Он многолетний, я его просто не трогаю, чтобы вот так столб загораживало, специально посадили его туда, и мы его не трогаем. Только обрезаем его, корни остаются у нас. Ирина очень любит цветы. Уже 12 лет занимается цветоводством. Несколько лет назад начала коллекционировать кактусы. В ее коллекции уже более 100 разновидностей. Хоть и говорят народе, что кактусы нельзя дома хранить, потому что много кактусов, типа легенды, существует, что плохо живете. Все это ерунда. Все нормально у нас, все мы живем, за кактусами ухаживаем, они растут и процветают. Уютный, гостеприимный, много цветов, зелени – все это про город-курорт. Жители любят Анапу и стараются ухаживать за каждой улочкой. А про Мальву часто спрашивают гости курорта, что за цветы. Когда-то у каждой беленой хаты росли такие. Сегодня они вновь современные и актуальные. Завершит выпуск прогноз погоды. Партнер прогноза погоды – салон магазина изделий из камней самоцветов Тайной Метной горы. В четверг, 25 июня, в Анапе пасмурно, сильные грозовые дожди. Температура воздуха днем плюс 21-23 градуса. Ночью до 21 градуса тепла. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 23 градуса. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин Тайной Метной горы приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин Тайной Метной горы подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин